Ну вот я зашел, в общем-то, на свой корабль, это салон, сейчас я вам все в деталях покажу, расскажу, если вам интересно Значит, к великому сожалению, сейчас вот включил там фены, чтобы все проветрить, на улице, в общем-то, где-то под 30 градусов влажности, нет, ну, немножко жарковато Вот, и просто хочу вам показать, я прошу огромное-огромное прощение за то, что у меня на корабле бардак Почему? Потому что, ну, как бы, все в процессе, у меня семья летом отдыхала за рубежом, и я тут немножечко развел бардачок Так что я вам, как говорится, все покажу, все расскажу, но не в защите, в общем-то, не так чисто, как, в общем-то, хотелось бы вам все это показать Пока у меня перезаряжается батарейка на портативной камере, она там чуть-чуть подсела, вот решил поставить телефон и, в общем-то, отсняться по телефону Вот, еще раз прошу за прощение за бардак, значит, на корабле, ну, кому, если интересно, сейчас полезу в трюм, покажу вам свои сердца своего корабля Это двигатель, генератор, ну, в общем-то, моторный отсек своего судна Ну, вот, значит, все достаточно просто Вот этот люк, сейчас я его открою Значит, таким путем Вот, открываем Ой, сейчас, коробку забыл убрать, чтобы не мешало Открываем Вот, такое, сейчас зафиксируем И вот, в общем-то, моторный отсек моего корабля Сейчас я включу свет Мы спустимся пониже И я вам все более-менее детально покажу Вот, свет мы подключили Значит, стрейнеры Все это дело Значит, так, сейчас я гимбл Вот, значит, покажу вам Отсек Ну, конечно, двигатели 87-го года С малыми часами Это огромные Шестицилиндровые Шестицилиндровые Турбированные Форды Называются они Лимон Эти двигатели Значит, здесь дальше у меня стоит Это вот коробка Такая Там стоит генератор Это звуковой Специальный короб Чтобы не слышно было генератора Значит, здесь Топливные баки Турбина видна Все в шикарном, роскошном состоянии Все заводится с полтычка Могу даже продемонстрировать А вот Прошу прощения Я крупноватый А места маловато Здесь, значит, у меня Система топливного распределения Значит, вот эта система Стоит полировки топлива Что такое полировки топлива? Когда дизельное топливо стоит В нем всякая гадость растет Типа Алджи Асфальт появляется Такой осадок И вот эта система Это топливо полирует А вот Тут всякие эти краники Шманики И так далее Тому подобное Это Вот эта система А вот К сожалению Не знаю, как Поширее показать Эта система Смены масла На двух двигателях И Топ На генераторе Тоже Вот Так Это, как говорится Вот я тут По пояс Сейчас покажу Ну, это я вот Как говорится На полтуловище Под полом В моторном отсеке Нахожусь Просто вот ради прикола Хочу вам показать Как происходит Запуск двигателей Сейчас я открою Стрейнеры Значит Ищу воду В Систему охлаждения двигателей Значит Включим Все, что нужно Включить А включить Нужно Два, четыре Шесть Всяких разных Пердохранителей Вот Сейчас мы Вот Все тут Готово К запуску Ну Начнем С правого двигателя Это Starboard Engine Это вот этот А вот С нажатием Кнопки Ага Батарейка Подсела Значит Вот он Завелся Это правый двигатель А теперь Мы заведем Левый двигатель Как видите Скул пичка А вот Так Происходит Запуск Двигателей Дизельных Форт Лимана Значит А вот Сейчас я Покажу Вам Схожу На Корму Покажу Как вода Выплескивается И все Вот Значит Вот Я вышел Из салона Ну и Чтобы Вам Будут Показать Просто Двигатели В принципе Не слышны Они Вон Холодненькие У меня И Ну Как все Дизеля Старые Чуть Чуть Дымим Чуть Чуть Подымливаем Водичка Сейчас Они Разогреются И Все Будет Пуки Чики Там За пузиком Не видно Там Льется Вода Короче А вот Вот В общем То В Что Вам Сказать Вот Такой Вот Обзор 30 Сколько Уже 4 30 34 Летний Яхты Китайского Производства Island Gypsy 36 А вот Еще раз Возвращаюсь В салон Ближе К салону А вот Вот Опять же Открыть Машинный Оцех Поэтому Так громко В принципе Сейчас я его Закрою Вы просто Услышите Разницу А вот Сейчас Крыш Вот Закрыли Сразу Стало Тихо Чисто Маленькая Вибрация Идет По Корпусу Потому что Двигатели Еще пока Холодные А вот Чтобы Вам Показать Обороты Правые У меня Либо Этот Тахометр Врет Ну В принципе Они Где-то Порядка 500 600 Оборотов Должны Давать Вот Я Чуть Под Опоти Дал А вот Он 600 Оборотов А вот Также На этом Двигателе Работает Зарядка Температурный Датчик Давление Масла И Амперы Потребляемые То есть Это Сейчас Мы Мы Сейчас Не Потребляем Мы Сейчас Заряжаем То же Самое Здесь На этом Двигателе В общем То же самое Температура Пока Они Не Нагреты Поскольку Сейчас Зарядка Идет С правого Двигателя А вот Здесь Как бы Тоже Присутствует Вольтметр Амперметр PSI Это Давление Масла Вот Что-то В раздрайчик Маленько Сейчас Мы Добавим Чуть Чуть Чтобы Они Подружились Вот 800 Оборотов Я им Дал В принципе Круизная Скорость Круизная Скорость Этого Судна 8 узлов При этом Обороты Двигателя Всего Лишь Навсего Будут Где-то Порядка Полутора Тысяч Оборотов Вот Очень Комфортно Очень Тихо Тут Что-то На меня Компьютер Ругается А Обновление Пришли Надо Обновить Сейчас Перестартуем А Вот Здесь Это Вот Мой Реймарин Сейчас Я Его Включу И Мы Посмотрим Что у Нас Там По А Надо Наверх Идти Потому Что у Меня Мастер Наверху И Без Его Включения Я К сожалению На этом Реймарине Вам Показать Ничего Не Смогу Вот Ну да Ладно А Вот Так Что Вот Это Все Потом Выключится Этот Компьютер Там Сейчас Обновление Происходит Как раз Слава Богу А Кстати На корабле Есть Интернет Хочу Вам Похвастаться Похоте Живу Я В Америке 30 Лет С лишним Но Я До сих Пор Уважаю И Очень Люблю Русское Телевидение А Вот И у Меня Дети Тоже Вы В общем То Вырастают На Вот Картину ТВ Это Все Через Интернет Как Б Телевидение Включаем Фильмы Шмильмы Мультики Для детей Все тут В общем-то Есть Как раз Референс Понедельник 6 сентября 1 час 41 минута А вот Ну Посмотрим Что там Вести Обещают В 8 часов Вечера Это Московское время Прямое время Вот Как бы Сразу Рекламка Сейчас Сигнал Поправится Будет Все Очень Резко Вот Сиди Смотри Телевизор Со Всеми Девами Ну Вот Кстати Вот Барометр Я Все Время Когда Прихожу Отмечаю Когда Давление Было Последний Раз Сейчас Идет Ближе Так К Изменению Мне Кажется Чуть Там 29 С Копейками Не Знаю Чего Ну В общем Приближается К изменению А вот Я тут Решил Себе Заварить Пока Двигатели Работают Немножечко Доширака А вот Перекусить Посмотреть Телевизор Чуть Чуть Поскольку Двигатели Запустил Надо их Хотя бы Полчасика Погонять И После этого В общем-то Буду двигаться В обратную сторону Покажу вам там дорогу Все дела Ну Вот Кстати Перегрузился Мой компьютер Который Вот Показывает Там С красными Там Кто-то Заходит Вот Там Нам На Марину Если Видно Не видно Это Показывает Что Опасный Таргет Очень близко Это АИС Система Все Спутниковые Дела Там Перо Руля По Градусам Как бы Картография Обновилась Все Вот Очень удобная Штука К великому Сожалению Очень дорогая У нас Даже в Америке Она стоит 400 долларов Там Плюс Кое-какие Карты Туда-сюда Вот Ну Очень все Работает Можно здесь Задать Курс Проложить Прокладку И Как говорится Автопилот Все сделает сам Он Пройдет И выйдет И четко Проведет Вас По вашему Курсу Да Господа Друзья Кто смотрит Хочу вам сказать Что Боутинг В реальной жизни Это Не Лобстеры Крабы И Там Все Что вы думаете Здесь Такая Роскостная Жить Вот В Америке Мы все Очень Любим Доширак Как бы Быстро Надежно Вкусно Я бы даже Сказал Не Полезно Не Полезно Ну Что ж Поделаешь Не все В жизни В этой Полезно Как говорится Вот Просто Как говорится Маленький Эпизод Пока У меня Двигатели Работают Все Проворачивание Проходит Я Просто Решил Просто Сделать Себе Доширак Сесть Перекусить И потом Что нибудь По дороге Съем Вкусного И полезного А вот Вот так Хочу вам еще Показать Это Вот у нас Это такой Ирландский Напиток Называется Сам Шенди На самом Деле Родина Этого Напитка Германия В Германии Это называется Радлер Делается Это так Это светлое Пиво Мешается Со Спрайтом 50 на 50 С холодным Спрайтом Холодное Светлое Пиво Очень Жажда Утоляющий И Освежающий Напиток Как бы Это чисто Мое Ноу-хау Я попутешествовал По миру Достаточно Много Побывал Во многих Странах И Это вот Такой Маленький Рецепт Это Радлер Или Вот Сам Шенди Это Обычно Вот так Светлое Пиво 50 на 50 Мешаете Со спрайтом С холодным И Наслаждаетесь В жаркую погоду Нет Лучше Напитка Который Утолил Вашу Жажду Ну вот Собравшись В принципе Закрыв Лодку Собрал Кое-какие Свои вещи То что Оставил Забыл Буду Отправляться В сторону Дома По пути Покажу Красивые Места Штата Мэриленд Продолжение следует